Органная музыка Это, наверное, единственная в своем роде музыка, которая выдергивает нас из повседневных звучаний, повседневных проблем, забот. Это музыка, которая связывает нас с небом, связывает нас с Богом. Вот глядя даже на эти трубы, это такой трубопровод, который прямо вот с неба на землю качает эти божественные энергии. При новогодний вечер ждешь чуда, слышать красивую музыку, звучание, посмотреть сам храм. Я впервые вообще в храме. Вживую я впервые буду слушать. Человек я очень далекий от музыки, но стремление к прекрасному, оно всегда вытягивает тебя на какой-то новый уровень жизни. Фестиваль продолжится после новогодних праздников. 10 января в оперном театре выступят Михаил Пирогов и Венера Протасова. Зрители ожидают самые разные жанры музыки. От оперного вокала до панк-рока. Дальше Байкальский рождественский фестиваль продолжит инди-поп-музыка. Это две группы. 12 января на сцене «Феникса» выступит артистка Тиреля. Уже 13 января на сцене «Феникса» выступит группа «Диктофон». 15 января в фестивальной программе будет звучать «Оркестр за Байкалью» под управлением Олега Владимировича Огнева. То есть мы экспериментируем и цель какая, чтобы каждый зритель нашел для себя интересную программу, интересную музыку, которую он любит. Отдельный блок фестиваля покажут и в Северобайкальском районе. Там артисты дадут 6 концертов. Подробнее ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на сайте burconcert.ru и в соцсетях Бурятской государственной филармонии. Алина Котова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.